Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 15 сентября, воскресенье. Вот три дня назад, когда я снимала видео ответы на вопросы, там пришел вопрос о сушке семян. Кого-то это очень интересует, кто-то хочет знать подробности. Сегодня я выделила время и хочу о том, как я сушу семена, рассказать очень подробно и все показать. Как я уже говорила, семена я просушиваю в придомовой теплице, как раз вот в этой, где я показывала вам вот эту шторку томатную, которая притеняет мне вот ту часть, где идет дверь в дом, чтобы было здесь не очень жарко. Но в этой же теплице вторая часть, сейчас перейдем, вторая часть у меня без притенения. Тут наоборот сделано, чтобы солнце попадало сюда. А для чего? Конечно, для того, чтобы высохли тут мои семена. Если мы перекинемся вот на эту сторону, вы можете увидеть, что здесь у меня стоит стеллаж, на котором я сушу семена. Но я сейчас вам покажу не только, как они сохнут, а расскажу вообще все с самого начала. Ну, как вы потрашиваю, я не буду показывать. Начнем с того, что вот промыла я семена, откинула на бумажку. Они вот такой кучкой лежат. Но мне нужно их распределить тонким-тонким слоем, чтобы они быстрее высохли. Я беру вот такую простую ложку и растаскиваю их по всей территории вот этой газетки. Напомню еще раз, сушу в тех же лоточках, в которых я делаю посевы, вращиваю рассаду. Так как они летом у меня свободны, я их использую и для сушки семян, потом и для хранения томатов, для сбора урожая, для всего. Они у меня универсальные. Когда я вот так вот их растяну, но стараюсь очень много семян в одну газетку не ложить. Ну, вообще, когда была жаркая погода, я, конечно, ложила и побольше. Вот у меня казаново, видите, сколько много, такое количество. Если на улице жаркая погода высыхает в течение дня. Потом, когда я вот так растяну, я укладываю на стеллаж. И еще вопрос был в основном, сколько дней сушить нужно семена. Я уже говорила, повторю еще раз, это зависит от температуры и от погоды. Вот сейчас у нас пасмурная погода. Семена, конечно, сохнут немного похуже, помедленнее. Но когда жаркая погода, вот когда жаркая, в этой теплице вы понимаете, что в теплице поднимается и 35, и 40. При 40 градусах достаточно одного дня. Но чтобы просохли быстро, вот смотрите, вот так одним слоем уложила, я прихожу и на половине процесса, ну как когда они еще полувлажные, я стараюсь их вот так вот перемешать, потому что обычно верхний слой сохнет, там внизу мокрый. И снова их вот так делаю. Все. Как узнать, что они высохли? Я уже когда говорила, что у меня все это на ощущениях. Вот подойдешь, потрогаешь, пошаришь. Но вообще я могу сказать, что они должны быть очень сыпучие. И вот так при... При вот таком рассыпании, давайте послушаем еще раз. Когда семена сухие, они вот так вот как горошинки. Такой звук как бы звонкий. Когда они достаточно сухие, они падают мягко. И звук такой как приглушенный. Но я все это чувствую, я все это понимаю, но я не знаю, как выразить эти ощущения. Но когда вы... Это все, конечно, приходит с опытом. Когда вы несколько раз сделаете свои семена и посушите, вы поймете, что... Или они падают звонко, как горошины. Или они, когда мокрые, они почти не создают звука. Они так... Ну, короче, мягко падают. Все. Они должны быть очень сыпучие. И еще, когда влажные, недостаточно высушенные, когда вот так берешь, они как-то кучкуются. Они могут друг с другом как сделать... Кучку. Кучку сделать. Когда они сухие, как бы их ни соединял, они все равно рассыпаются. Они рассыпаются. Но это каждый человек поймет, особенно женщины. У нас руки же очень такие чувствительные. Мы все руками воспринимаем. И вот когда они вот такие вот сыпучие, в кучке не слепляются, звонко падают, как горошинки, они уже готовы. И еще хочу сказать. Ладно, хорошо, когда жарко здесь. И когда у меня есть придомовая теплица. Но если у вас нет никакой придомовой теплицы, если у вас нет теплицы вообще, если у вас нет условий для хранения где-то вне дома, вполне возможно, что их можно сушить и дома. Я их не сушу дома из-за того, что у меня просто большие объемы. Вы понимаете, что я в течение двух месяцев каждый день потрошу и потрошу вот эти томаты. Семена партиями меняются, сушу их иногда по 20 лотков, по 30 лотков. У меня с утра до вечера вся эта работа. Ясно, что я домой их не могу занести. Если у вас несколько сортов, там 10 или 20, и не сразу же все они у вас, как сказать, на просушке везде, конечно, можно дома. Поставить повыше, например, на кухню, на верхний шкаф, там, где температура повыше. И, пожалуйста, только не забывайте о них. Если вы сделаете большой толстый слой, и температура у вас в комнате будет не очень высокая, и они сразу не высохнут, то пролежав вот так вот толстым слоем во влажном состоянии день или два, они могут у вас благополучно прорасти. Потому что свежие семена, они очень хорошо прорастают. Они вот самые-самые такие сильные, они только и ждут, где бы в мокром местечке завалиться и начать новую жизнь расти. Поэтому нужно за ними следить. Я от своих семян, конечно, не отхожу ни на минуту. Я вот сейчас выставила, так как, понимаете, сентябрь у нас сейчас на улице дождь, солнышко, нет. Я сейчас выставила их в придомовую теплицу. Вечером я посмотрю, и если я увижу, что процесс просыхания совсем не идет, я опять их потащу, значит, домой, потому что дома у нас уже теплее, муж подтапливает печку вечерами. И вот в таких условиях поздно, осенью, дома они высохнут быстрее, чем на улице. Так что вот ответ на вопрос, сколько сушить семена, как сушить, это тоже у каждого будет своя история, своя ситуация. Может быть, вы где-то там в предбаннике выставите, посушите, если вы топите баню, может быть, есть у вас какое-то теплое помещение. Может быть, рядом с печкой или даже на печку поставите, на какую-то, на мягкую прослойку, чтобы им было не очень тепло. Главное, что процесс сушки должен быть равномерный, не очень агрессивный, высокая температура им тоже не нужна. Но чтобы не низкая температура, не продолжительна, чтобы они не проросли, всему вы этому научитесь. Если один-два раза у вас семена прорастут или неправильно высохнут, вы это сразу поймете, на уст намотаете, и на будущий год не будете повторять ошибок, которые были у вас. У меня тоже все было, и прорастатали в банках, и забывала как-то перевернуть, перемешать. Все это приходит только с опытом, с годами. Теперь я уже на ощупь, вот мне сейчас закрыть, если повязку, я уже на ощупь могу потрогать и сказать, вам готовы семена или нет. Потом про хранение. Некоторые говорят, что нельзя хранить в целлофановых мешочках. Но как вы видите, что приходят магазинные семена всегда из интернет-магазинов и вообще в магазинах. Все они в этих целлофановых, вот таких полиэтиленовых пакетиках с этим, как они называются, с зип-замком что ли. Я тоже храню так же в полиэтиленовых мешочках. Хранятся они прекрасно. Семена в схожесть прекрасную сохраняют томатные до 5 лет. После 5 лет, если вы хотите хранить дольше, нужно обязательно перед посевом семена стимулировать чем-то, ну чтобы немного разбудить их, дать им толчок. Вообще 10-12 лет семена томатов могут сохранять жизнеспособность, могут сохранять схожесть. Может и дольше, но больше 12 лет я не пробовала. Я зимой, хочу ответить сразу на все вопросы в этом видео, спрашиваю про зимнее хранение. Я зимой свои семена много лет хранила на веранде в частном доме Сибирский регион при минусовых температурах и минус 20, и минус 25. Я, конечно, не могу вам сказать, выбрасывайте все на мороз, но я знаю точно, что минусовые температуры на семена никак не влияют. И если кто-то боится, говорят, что вот так как рассылка семян зимой, они же едут там где-то на поезде, они же замерзнут. Ни одно еще семечко не замерзло, все интернет-магазины делают рассылку зимнюю. И у всех, вот у нас магазины, например, или еще где-то, у них у всех склады холодные. Я вот насколько знаю, у них там, вот у нас магазин ангар, и никакого отопления там нет. Мне кажется, что на семена холодная погода плохо не влияет. Может быть, это наоборот, в какой-то мере своя вот эта стратификация у них проходит, наоборот, они закаляются. Все, начала я просушку. Это именно про сушку семян. Как я сушу, какие возможны варианты. Главное за ними следить, чтобы они долго во влажном состоянии не лежали, могут проклюнуться. Все, до свидания.